Субтитры создавал DimaTorzok Падение российской валюты безусловно отразится на Казахстане. Рубль заметно подпортит и без того плачевное состояние тенге. Кандидат экономических наук Жангельдэ Шемшиков уверен, если причины обвала рубля геополитические, то в случае с девальвацией тенге основания сугубо внутриэкономические. По его прогнозам, в скором времени казахстанцы будут выкладывать за доллар как минимум 200 тенге. Естественно, то, что произошло в России в связи с политическими событиями, с утечкой доллара, долларового капитала и обрушение, вследствие этих политических причин, а у нас, как я назвал, макроэкономические. И вот в связи с этим, поскольку тесные взаимосвязи, кроме того, наш экспорт, если порядка 6 миллиардов, а импорт 11 с чем-то миллиардов и основной импорт идет с России, в этом случае рассчитывать, что нас обойдет это, как-то мягко обойдет обрушение рубля, это просто фантастика, это надо верить в чудеса. Казахстанцы пока слабо представляют, чем для них может обернуться революция в Украине и громкие заявления президента России. И, пожалуй, мало кто в бедах российского рубля видит финансовый кризис республики. Материальная сторона заботит людей гораздо меньше, чем человеческие жизни. Вчера рубль обвалился. А это меня, лишь бы тенге нашей крепкой было. Переживаю каждый день. Время смотрю в 9 часов. Меня очень тревожит. Ужас, ужас, что творится. Оно, в принципе, больше всего меня, конечно, не столько рубль волнует, сколько волнует то, что происходит на Украине, когда брат брата убивает. Страшно за народ украинский. Девальвация была неизбежна. И это идет по всему СНГ. Недавняя девальвация тенге вызвала волну протестов и недовольства в Казахстане. Люди в одночасье обнищали на 20%. Сейчас очевидно, что рубль потянет на дно и тенге. В нынешней ситуации Нурсултан Мазарбаев предпочитает молчать, чем говорить. Ведь его сладкие речи всегда расходятся с суровой действительностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова